В попытках надавить на Запад Лукашенко наткнулся на неожиданную для него твердость Евросоюза в своих решениях. Мигрантов через границу не пропустят. Это ответ не Запада, это ответ Литвы, Польши и Латвии. То есть белорусское руководство, оно пребывает в плену российских пропагандистских иллюзий о том, что Запад слаб, разобщен, мягкотел и вообще не способен к каким-то жестким действиям. Возможно, весь Запад и не способен, но его восточные члены, восточные члены Евросоюза и НАТО, очень четко знают, как общаться с подобными режимами, потому что сами недавно были таким режимом. Наши соседи из Евросоюза возвели ограждение, сконцентрировали большее количество военных на границе с Белоруссией. Польша закрыла переход в Кузнице, грозилась перекрыть грузовое сообщение в железнодорожном пункте пропуска и продолжает регулярно пресекать попытки силовиков перебросить мигрантов через границу. Если у Лукашенко и был план, он не удался. Диктатор был вынужден изменить риторику. Даже пытался договориться с Западом. Мол, пропустите 2000 человек, остальных Беларусь возьмет на себя. Твердость Запада, давление, латентное в основном давление Кремля и плюс то, что уже много стало мигрантов в Белоруссии, они стали создавать проблемы населению, а соответственно стали головной болью и для властей. Еще одна уступка – эвакуационный рейс в Ирак для почти 400 мигрантов. Второй планировался на 25 ноября, но был отменен решением иракских авиалиний. Евросоюз сообщает про 15 тысяч мигрантов на территории Беларуси. Возможно ли эвакуировать всех? Большинство мигрантов прибыло в Беларусь с краткосрочными визами. Думаю, что специально им выдавались месячные визы. Соответственно, просто их запакуют в самолеты. В нормальных странах, в странах Европейского Союза, где есть очень серьезное юридическое разбирательство, где есть обжалование в суде, это все очень серьезный, сложный процесс. Тем более, Евросоюз пообещал 3,5 миллиона евро на возвращение мигрантов в свои страны. Да, это та сумма, которой спокойно может хватить. Даже в каком-то смысле уверен, что официальный Минск на этой сумме еще и заработает. Деньги – один из бонусов, которые режим хочет получить на фоне конфликта. Председатель Гродницкой области Владимир Караник заявлял, что международное сообщество должно покрыть расходы на содержание мигрантов. В этом вопросе режим поддержала и Россия. Министр иностранных дел соседки Сергей Лавров предложил Евросоюзу оказать финансовую помощь Беларуси. Но все же основная цель, которую мог преследовать Лукашенко – это возвращение легитимности. Не зря пропаганда зацепилась за два звонка от Ангела Меркель и ошибочно интерпретировала их как признание Лукашенко президентом. Имеет смысл разговаривать и с теми, кто в Минске может изменить ситуацию, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия, как и все остальные европейские страны, не признает. Еще одна цель – отвлечь внимание от пыток белорусов, которые произошли больше года назад. Это вернуло бы Лукашенко в прежние, более сбалансированные отношения с Западом и Россией. Почему, видимо, была заварена вся эта каша с миграционным кризисом? Чтобы сместить фокус внимания Европы, чтобы потом, когда дойдет до переговоров, ситуация выглядела так. Ну вот слава богу, что Лукашенко разгреб этот завал и теперь в благодарность надо уже как-то там понемножку снимать санкции и начинать с ним разговор. В сравнении с двумя массовыми штурмами границы в первой половине ноября, сегодняшняя ситуация выглядит как затишье конфликта. Только группы по 100-200 человек изредка обычно ночью пытаются прорвать границу. Пик вот этого миграционного кризиса на границах Беларуси со странами ЕС уже позади. Могут быть какие-то рецидивы, но в принципе стороны стали развязывать этот узел. Тут мнения наших экспертов расходятся, ведь еще минимум 2000 мигрантов находятся в логистическом центре в 500 метрах от границы. В зависимости от шагов Запада они еще могут задействованы белорусскими силовиками. Самым ближайшим событием, которое может подтолкнуть белорусские власти на ужесточение давления, не знаю, конец этого затишья, так сказать, там, конечно, могут быть санкции. Обещают, что пятый пакет будет принят под конец следующей недели. Туда войдут около 30 физических и юридических лиц. Ударят и по Белавии, которая лишится возможности аренды самолетов в Евросоюзе. Еще одним катализатором конфликта может быть Россия, которой выгодны проблемы на белорусском пограничье. Российская сторона очевидно рассчитывает на то, что эскалация приведет к прямому вооруженному столкновению между Белоруссией и Польшей, в результате которого белорусская армия фактически обнулится, а после чего Россия придет спасать Беларусь со своими базами и на своих условиях. Россия уже пользовалась ситуацией на границе. Вдоль нее были замечены два российских бомбардировщика, а также проведены совместные учения с российскими десантниками и самолетами около границы под Гродно. Мне кажется, хотя доказательств нет, что это не по силам Белоруссии и белорусского государства, белорусских спецслужб, которые очень локальные, так сказать, провинциональные в своих масштабах, чтобы устроить такую крупную операцию с вовлечением граждан из Ближнего Востока. Пока же Россия наблюдает со стороны и существует свои интересы. Даже интервью BBC, по мнению экспертов, пошло только в минус Лукашенко. Поэтому пока план «Легитимность» провален.